итак пацаны вообще ребята сегодня день без день неохота но надо вам показать это снегоход джок желтенький на котором лопнула коробка тут тут пацаны только обкатали цепочку только прикаталась сейчас я вам покажу постановить видно да наверно видно что там втулок нету прис они стерлись как то так то есть от снегоход был куплен я не знаю на где-то на севере наем сто процентов ездили летом потому что вся подвеска была забита травой в коробке у нас вот такие какашки и была вот часть шестеренок на хранение там оставили мы сейчас более-менее там чисто уже а из топора там еще лежали вот а шестеренка я еще обратил внимание когда разбирал коробку шестеренка одна новая думаю вот эта старая видите как бы зубья слизан а вот это новая ну как бы нормально новую поставили на старую то на тоже из коробки доставать не зря короче разобрали разобрали все то есть ну когда начали снимать коробку сняли корпус коробка увидели что цепочки все и и ездили можно сказать то есть на поменять цепочку начали как бы все разобрали уже и получается вот такая история в коробке внутри хозяин дал цепь вот такую цепь получаться здесь не хватает одного звенит дух звенит не хватает в этой цепочке вот привез новый корпус корну как бы старый корпус коробки другой не лопнутый и вот этот вал заднего хода у нас стоял тут уже шестеренка под изношена но она был в принципе это еще по ездить но есть еще один вал заднего хода здесь шестерня новая на здесь видите с приварена звездочка почему она приварена может ее меняли и приварили не знаю попробуем сейчас получаться с приз ну обе звезды спрессовать и собрать один нормальный вал потом получаться это шестерня под замену здесь зубья слизаны ну подшипники соответственно подшипники натяжники звезду поменяем потому что здесь ролик вот и из-за этого ролика стачивает то есть вот эти втулки видно скорее всего видно фокус ловит вот эти втулки красиво вот из-за этого ролика то есть он больше из нашего цепь чем ежели бы здесь стояла ну звездочка да вот как то так то есть сейчас из говна и палок соберем более-менее нормальную коробку поставим новую цепочку все шестеренки поменяем которые нужно поменять и будет нормальная цепочка ну коробка ботом они сами кицы на опыта как-то на собрать собрать поставить на гусянки и тыкнуть его в сторону чтобы не мешал к вечер потом гараже холодно согреваемся кофе и парни у меня такая новость прикупил я себе токарный станок станок тв4 развернул ты вышка вся разобранная разобрал это уже я ее ну не здесь даже разобрал а там где покупал там где покупал и сейчас когда привез это все в гараж хожу и думаю так это все блять собрать обратно но перед тем как собрать станку надо немножко приложить руки чуть-чуть есть но не знаю чуть-чуть на палец чуть-чуть а на глаз сколько здесь выработка но выработка сто процентов есть потому что эти станки они они не шабрились они фрезеровались станина здесь видно здесь видно следы фрезеровки где-то примерно до сюда то есть сантиметров станет сантиметров 20 станины и начало там сантиметров 10 тоже она фрезерована то есть получается сто процентов отсюда и вот досюда у нас яма по салазкам по направляющим вот станок полностью комплектный полностью комплектный но 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 надо так я и сказал приложить руки немножко поржавел пока стоял там у парня где купил в цехе они там цех большой был без отопления запустили отопление и соответственно с крыши потек конденсат и все немножко поржавела не успел я вовремя увести его туда вот из минусов чего надо делать но соответственно вывести геометрию станка сделать насколько это у меня получится своими силами да потом 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 но соответственно болячка винт поперечной подачи он уже кончился и сто процентов проще я закажу кому-нибудь ну или куплю кого нить винт вместе с гайкой новое потому что вот здесь на конце гайка вообще не люфтит то есть люфта нет а в середине там я без всякого прибора вижу что что люфт есть задняя бабка откручена соответственно надо будет делать наделку сто процентов потому что она просажена так 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 рейка по рейке по рейке у нас рейка работают вот с этим валом и получается здесь стоял упор вот такой вот такой заводской упор получается он крепился так как то вот не знаю для чего этот упор но грубо говоря который школьник здесь точил последний наем или студент дошел суппорт по малой продоль на это видно что станком запиливались уже сюда и получается дошли суппортом до упора и на автоподачей и вал прошелся по рейке в одном месте прям чувствуется там даже вот пальцем трогаешь там зубьев нет и просто их сгрызла поэтому рейку уже нашел где заказать вместе с этим с этим валом но в принципе вал более менее живой еще как бы не сказать тут зубья нормально но там продают вместе с валом поэтому проще купить пару то есть рейка и рейка здесь состоит из двух частей а там соответственно рейка цельно уже идет вот станок как бы наверно шиндики все даже есть станок у нас 7 1973 года т.в. 4 номер станка 570 а 5703 ростов-на-дону вот то есть шильдики все есть это я уже тут скрыл посмотреть на коробку подачи там я не вскрывал я и получается немножко ну как бы все шестеренки все хорошие вообще в отличном состоянии все зубья на месте но единственное что винт вот эта пара зацепление немножко сбиты сбиты грани но это скорее всего скорее всего поправим или болгарочкой поправим самостоятельно или же отдадим парням и они немножко на фрезере поправят если это не исправить возможно будет просто-напросто вышибать передачи коробка скоростей в идеальном состоянии даже присутствует немножко маслишко здесь маслом там на дне чуть-чуть есть но вот в этом месте его сюда сто процентов уже давно никто не заливал здесь так называемая фитильная система смазки то есть сюда наливается масло немножко и она по фитилям по этим веревочкам капает в подшипники но и соответственно шестеренки вот люфтов нету то есть подшипники более-менее нормально как бы нормально да все крутится легко ничего не шуршит но соответственно это все на разобрать и сразу же поменять подшипники в на шпинделе шпинделе у нас получается здесь есть риска то есть скорее всего протачивался планшайба протачивался и патрон уже как бы осажен и сделано отметка по биению патрона и шпинделя ну не знаю правильно и неправильно но как будет за риску переводим и поехали так и биение на патроне у нас вот опять пришли до риски на риске как бы скачок вот есть это понятно и явление патрона у нас составляет одну сотую миллиметра принципе в принципе это офигенно то есть это офигенно тем что шпиндель не гнутый fix ним там биение на планшайбе бы было куда но тем самым мы удостоверили что сам шпиндель не гнут и был бы шпиндель гнут и это уже была бы проблема а на этих станках шпинделе очень слабая и поэтому он может быть гнут и соответственно коробка скоростей у нас получается ну как я понимаю она старого образа потому что она уже на более новых станках самом корпусе здесь есть прилив и вам не такой длинный вал короче и вот здесь стоит опорный подшипник и вот здесь или здесь ну то есть вал покороче но по сути дела как бы не знаю они нам ничем не отличается кроме вот этого все погиб гитара тоже нормально то есть как бы станов по шестеренка все в отличном состоянии кроме станет станины поперечной подачи ну и мало продольной подачи это все фигня это все сделается все сделаться станок на двигателем но не знаю состояние двигателя общем рабочие нет обе тумбы есть и смонтирован на 380 у нас есть 380 поэтому запустить мы его сможем но потом соответственно соответственно как все делают делают через частотник частотный преобразователь и мы сделаем также через частотный преобразователь чтобы было удобно пользоваться данным агрегатом господи купился игрушку дать не знаю с чего начать первое дело первым делом я наверно почищу тумбы почищу тумбы немножко станок уберу в сторону и на второй этаж его постепенно перенесу кроме станка потом парник там приедет станок сам туда перенесем и будем постепенно постепенно делать то есть на все разобрать полностью отшкурить от этой краски потому что тут красили студенты блять не мазали вообще просто кисточкой и там вообще насрать было как это все краситься и появились дрова в гараж две тумбочки такие деревянные на которых стоял станок вот как то так то есть купился игрушку но не знаю даже блин башка не не действует не знаю чего начать всего начать начинать будем сто процентов это с разборки с обдирки старой краски и нужно где-то найти лекальную не лекальную а поверочную линейку хотя бы чтобы она была миллиметров 600 400 у нас продают в городе продаю 400 линейку за три с половиной тысячи но 400 линейка слишком мало а вот 600 было вообще идеально то есть грубо говоря длина на поле 630 миллиметров там линейка получается тут 630 миллиметров длина направляющих а 400 она не 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 туда не сюда будет получаться если на 4 фото соответственно 40 у нас ее на всю станет купить можно если но еще поищу 630 линейку 630 линейку может быть парнем у кого-то у вас есть лежит за ненадобностью то есть как бы за адекватные деньги я готов ее у вас приобрести может быть найдется тот человек то вообще за донатить будут блять просто бескорыстно должен могу даже продолжить то есть у кого-то есть если линейка могу предложить ремонт мотора дам по то есть за ремонт я ничего не возьму из по запчастям сделаю так что будет нормально то есть по цене закупа все запчасти отдам договоримся грубо говоря на этом если у вас есть есть так скажем что дать взамен вот ну и соответственно может может у кого-то есть рис и там блин с чего-то на начинать потому что рисок вообще нету представление как работать есть но инструмента нету есть штанги ли есть микрометры вот нутромера нету блин кого-то может тоже лежит без без дела тоже за адекватно деньги купил бы нутромер нутромера индикаторные часы как то так то есть все парни буду сейчас нагреться маленько переоденусь и будем работать но скорее всего станком пока сейчас уберу его просто станком не будем заниматься будем заниматься мотором вот на вот на эту на этот снегоход вчера мне сделали картер то есть он был наварен аргоном про фрезеровали соответственно у меня все есть надо собрать на его мотор и соответственно уже хозяин вообще пропал на не могу не дозвониться то есть как-то так снегоход привез на ремонт денег дал сам пропал на его дать сделать мотор осталось не мотор сделать и собрать вариаторы подвеска всем ну подвеска тут частично на месте потому что вот лежат например две тележки от него они вообще они они не работает на то есть подвеску сказал он типа не будем делать то есть тут состоит задние волы там тоже их только в помойку выкинуть и вот эти две телеги они более-менее как бы ну еще работают но а вру даже вот эти телеги задние две они вообще не работают они заклинившие то есть они на оси не вращаются а вот эти две телеги которые там лежат в углу на их на осях нету резьбы и там уже кто-то уже их делал то есть там даже десятая резьба была нарезана и 10 резьбы уже нету там то ведь 12 резьбу туда только делать но это соответственно портить раму то есть рассверливать рассверливать отверстия например здесь 10 12 и тут вот останется один один миллиметрик я этого делать не буду ну то есть как бы чё так колхозить я сюда не буду то есть еще до этого разговаривал с хозяином он сказал поставлю новую подвеску сам хозяин барин как будто и по вариатору тут такие вариаторы стоят ну давайте это я вам потом покажу буду уже когда оставить и соответственно покажу какие вариаторы я такой вариатор первый раз видел вот как-то вот так все переодеваемся уже немножко потеплело 10 градусов 10 градусов и будем арбайты мира приступил к сборке мотора распилил картер уже подготовил и сейчас покажу беде то есть мы поправил коленвал было биение не хило здесь так как но должна камера сфокусироваться сфокусироваться видно вот эти следы да то есть если вот так канцелярским ножом вести это перебираться вот этот след многие думают ну ошибочно да что вот здесь подшипник проворачиваться но на самом деле он здесь не крутится так как у нас подшипник это сталь картер алюминий и при биении на коленвалу то есть коленвал бьет когда биение есть соответственно подшипник колотит в картер и вышибают отсюда алюминий то есть получается на картере у нас здесь ямки если присмотреться на подшипник присмотреться на подшипник вот здесь вот были бугорки алюминия то есть это сейчас у меня все здесь почищена подшипник среднем нормальном состоянии еще не шумит не шуршит но сейчас соответственно коленвал вымыт то есть он полностью сухой чтобы собрать после этого только смазывает сухой подшипник он есть сухой подшипник он даже новый шушит то есть получается биение на валу убрал точно не помню здесь было в районе 7 7 8 соток здесь было полторы десятки и в середине было в середине было около 10 не десятки около пяти соток наверное примерно вот так примерно в районе пяти соток поправился вал вообще нормально то есть сторона зажигания у нас индикатор вообще не шевелится ну там в районе в районе пяти микрон ну допустим погрешность да пока ли тут какая погрешность погрешность не может быть давайте для вас и я-то и так понимаю но для вас поставлю в ноль вот у нас стрелка на на лень поехали в эту сторону две с половиной соточки в эту сторону соточку то есть в итоге где-то около трех с половиной соток в принципе это это у нас в допуске в допуске серединка две сотки но серединку здесь не поставить так и я центрую здесь на этих на призмах поэтому на призмах то я видел видел могу сказать точно вот и соответственно выставлена осевое осевое смещение вала зазор так скажем тепловой увидите что я вам так показываю так бах бах да это у нас человек град 10 33 с половиной где-то около 35 35 соток но это у нас открытый картер берем вот вторую половинку смотрим на индикатор здесь мы получаем в районе двух двух десяток где-то 18 соток примерно бень отлично вообще подрегулировался поднастроился ну все остается его только сейчас у меня как бы все отмыто приготовленные все болтики я ставлю всех картера собираю на шестигранники то есть шпильки выкидываю ставлю на шестигранники так картер вот такой у нас получился 4 канал очка распиленный распиленный все идеальненько и два отверстия для смазки боковых подшипников так как коленвал у нас на двух лабиринтах в середину отверстия не сверлятся если вы посмотрите на штатном коленвале в штатном исполнении отверстия в середину то мотор не будет работать были случаи уже просто люди звонили говорили что посмотрели ваше видео но у меня то видео надо обратить внимание что у меня коленвал на четырех подшипников и двух ну и на четырех сальниках на два сальника в середине стоят поэтому мне просверлено 4 отверстия для смазки для продувки подшипников ну что продолжаем так моторчик у нас собран стоит на месте но еще не запускал пока что не запускал он собралась и коробка вариатор хотел показать вам я не знаю я такого вариатора первый раз вижу что получается тут на этом вариаторе сухари то есть вот эти пластиковые сухари стоят не на полу муфте а стоят на на самой тарелке то есть и на тарелке видите как ну то есть зеркальном отражении все сделано такого я еще не встречал не встречал беда железные вариаторы но таких вот не вариаторов не видал но тут все разбито то есть сам 104 вал в коробке еще более менее живой а посадки пол муфты то есть она болтается на валу шпоночный пас разбит потом подвижная тарелка вот так болтается и соответственно неподвижная тарелка то же самое собрал как есть но это ездить не будет так мотор не запускал осталось мне сюда только осталось сделать доделать проводку начал проводку делать но еще не доделал по-стальному все топливную систему все собрал то есть и он осталось только запустить но собрать проводку запустите настроить зажигание если можно позвонить и отдать хозяину хозяин появился все-таки но я немножко не то есть когда он появился я немножко не успеваю доделать может сегодня скорее всего завтра его отдам вот и собрал еще один мотор сейчас соответственно ну тоже мотор был на универсальном картере с двухканальными окнами окна распилены поставлен нового цилиндра нового цилиндра ну грубо говоря новый мотор коленвал немножко поправили соответственно его сейчас пойдем запустить надо запустить час этот вечером доделаю тот и привезли еще одного но этот он это у нас буран и лидер лидер только с капотом от обычного бурана а все остальное лидерска но это самосбор это сборка собирал ему д.д. д.д. делал этот снегоход собирали они поэтому но он уже ко мне не первый раз приезжать на обслуживание поэтому его только обслужить помазать подвесочку протянуть обслужить вариаторы просто на обслуживание снегоход каждый год приезжат уже можно сказать постоянный клиент возможно будет вам выпуск так как это буран короткий более-менее нормальная рама снимем досик по настройке и регулировке гусениц так давно просите этому надо снять вот появился на этом смысла нет показывать потому что тут но подвеска вся убита разъебана и поэтому тут смысла нету наемную ничего не покажешь то есть как бы результата не будет никакого на своем мне тоже не показать потому что у меня переделана подвеска она вот этот как бы он на недельку поэтому будет время с ними видосик